Вперед грибник! Морошка цвела на смену с северному апельсину появились грибы. О том, как и где собирать дары тундры, расскажет Катрина Тайборей. Сезон так называемой тихой охоты открыт. Грибники округа выходят в лес пополнять свои запасы. Сегодня мы выясним, какие же грибы можно найти в окрестностях города. Ой, а вот и первый грибочек. Природа продолжает баловать людей своими дарами. Грибы – одно из любимых лакомств северян. Василина Вылка каждый год с нетерпением ждет начала грибного сезона, чтобы отправиться на природу. Жила в деревне, так поэтому как бы с детства уже кушаем, мешками собирали, чистили. Помню все это. Поэтому с тех пор так и полюбила грибы. Белый гриб, подосиновик, лисички, маслята в местных лесах встречаются чаще всего. Из них можно приготовить довольно большое разнообразие блюд – от жаркова до пирогов и икры. Вариваем, затем замораживаем и зимой достаем и жарим. Так удобно. И баночки тоже закатываю. Для Василины в этом году сезон сбора грибов только начинается, поэтому наша героиня в предвкушении сбора урожая. Выезжаю редко. В основном пешком хожу за лыжно-роллерную в искателях. Вот так. Собираем. По два пакета бывает, бывает и побольше, смотря какой год, грибной или нет. В сборе грибов есть свои мифы и правила. Мнения по правильному механизму сбора грибов расходятся. Одни считают, что плод необходимо скручивать, другие утверждают, что правильнее срезать. Однако весомой разницы нет, и метод выемки гриба не несет негативного влияния на грибницу. Поэтому вы можете собирать грибы так, как удобно именно вам. Больше вред грибам наносит втаптывание земли вокруг, ведь самая важная структура гриба – мицелий – находится под землей. Именно от его сохранности зависит дальнейшая плодовитость местности. Я люблю грибы срезать. Так удобнее. И чистить удобно, и такое тоже поверье было, что, в принципе, всегда так было, что срезаешь, и грибница остается целая. Поэтому режем. Также необходимо убедиться в том, что гриб съедобен. Если вы сомневаетесь в пригодности гриба для еды, лучше не трогать его и оставить для лесных обитателей. Сбор грибов – очень ответственное занятие, и нужно очень внимательно проверять каждый гриб. Вот, например, вот этот, он не очень хороший, и, к сожалению, употреблять в пищу его будет нельзя. Напомним, что главное – безопасность. Но что делать, если ты потерялся? Рекомендациями по ориентированию на местности поделился Тимур Тайборей. Забраться на воздушность, посмотреть, где что. Какие-то, может, рядом вышки, провода. И идти, запоминать, куда идти. Стараться, чтобы совсем не уходить куда-нибудь в глушь. Также рекомендуем надевать яркую одежду, чтобы не сливаться с местностью. Не ходить в лес в одиночку, предупреждать близких о месте, куда планируете отправиться, и приблизительном времени возвращения домой. Катрина Тайборей, Владислав Носкин, Телеканал Север.